История мира Варкрафт. Глава девятая. Таурены и легенды Матери-Земли. Тысячи лет назад, когда младшие расы еще не зародились, а по миру бродили древние, когда проклятие плоти еще не было создано и творения титанов исполняли свое изначальное предназначение, в Азероте уже возникли существа, которых смело можно называть старейшими из смертных. Одними из них были Таурены, огромные, подобные животным создания, живущие на травянистых просторах степи в сердце древнего Калимдора. Большие, мускулистые существа с бычьими головами и копытами, телами, покрытыми мягким пушистым мехом и гривой растущей на голове, обладающие длинными руками и огромными острыми рогами. Таурены – раса шаманов, охотников и воинов, которые давно развили сложную культуру без войны, крепких стен, стали и камня. Некоторые, лишь завидев их, принимают Тауренов за немых громыхающих зверей, но в действительности это одна из самых разумных рас. Таурены живут столь примитивной жизнью не потому, что слишком глупы, чтобы построить себе большие города и обнести их каменной стеной. Они просто хотят жить так, как они живут сейчас. Это их осознанный выбор и для них в этом образе жизни есть смысл. Нельзя сказать, что Таурены являются расой пацифистов, поскольку если их потревожить, они становятся опаснейшими противниками, которые используют каждую унцию своей силы, чтобы раздавить врагов. Лидер племени носит титул Верховный Вождь. Он вместе с другими старейшинами следит за безопасностью и духовным развитием своего сообщества. Таурены одним словом наиболее стойкая раса, воплощающая сильный и спокойный дух. Другие жители Азерота относятся к Тауренам как к мудрым и достойным уважения созданиям. Таурены верят, что всякая жизнь и природа являются священными. По-своему они считают, что природа жива. Таким образом она по их философии попадает в категорию жизни и является священной. Даже камни у них живые. Для Тауренов жизнь не означает лишь дышать и обладать кровью. Все, что пронизано духовной энергией, считается таковым. Единым большим духом является Мать-Земля. Меньшие же духи обитают в камнях, деревьях и воде. Именно поэтому Таурены не копают шахты и не вырубают леса. Это, по их верованиям, убивает духов и разрушает Мать-Землю. Кем на самом деле является Мать-Земля, не знает никто. Возможно, это аспект жизни Алекстраза или ее создатель Титан Эонар. Возможно, этим словом назывался весь Пантеон Титанов, который тяжело было осознать примитивным Тауренам. Или Теразан, элементаль камня, несмотря на ее хаотичную природу. А может, сама твердь Азерота является не таким уж простым и бездушным камнем. Для Тауренов природа Мать-Мира. Они чувствуют дух Земли и своих предков. Они общаются с этими духами для обретения мудрости и знаний. Эта связь проявляется в их анимистической культуре, где друиды и шаманы стоят бок о бок с воинами и охотниками. Таурены не видят различия между почитанием природы и охотой. Охотиться – значит уважать дух природы. Таурены живут, оказывая насколько можно меньшие изменения в окружающей среде. Например, они уважают животных, на которых охотятся, никогда не убивая их больше, чем им нужно. И при этом они используют каждую частицу убитого животного. Они не считают охоту чем-то скверным, ведь их предков обучали великие духи, которых по их верованиям породила Мать-Земля. Таурены издревле охотятся на могучих кодо, а также приручают их для своих нужд. Они не любят кровопролития, поскольку в их глубоких духовных верованиях нет места для войны. Отнятие чужой жизни является ли она человеческой или животной – акт, наполненный для тауренов большим значением. У тауренов существует множество историй и легенд. Это другая их культурная особенность. Хотя они и грамотны, и у них есть письменность, таурены не верят летописям и документам. Они передают свои традиции устно. Рассказывая истории, они делают их живыми. Тем самым старшие становятся ближе к молодым и указывают им на важность истории их народа. Поэтому молодые таурены уважают традиции своих предков и живут, следуя им уже очень и очень долго. Сохранившиеся легенды приоткрывают завесу тайны о происхождении тауренов. Эти знания содержатся в старинных свитках, хотя и стар, и млад знают эти легенды с рождения, ибо слышал их множество раз. Рассветные туманы. Еще до дней, которые мы помним, Мать-Земля своим дыханием создала золотые туманы рассвета. Там, где эти янтарные облака коснулись земли, появились бесконечные пшеничные и ячменные поля. Это была чаша ее творений, великая чаша жизни и надежды. Очи Матери-Земли взирали сверху на созданные ею земли. Ее правое око, Анше, солнце, дарило тепло и свет всей земле. А левое, Муша, луна, приносила покой и сон детям рассвета. Сила ее взгляда была такова, что пока одно ее око дремало, небо поворачивалось другой стороной. Ее любящий взгляд превращал день в ночь и наоборот. Глядя правым оком на золотой рассвет, Мать-Земля распростерла свои нежные руки над золотыми равнинами. Там, где легла тень от ее рук, из земли восстал благородный народ. Это Шухало, нареченные тауренами, вышли вознести благодарность и молитвы своей любящей матери. Там, в бескрайних полях рассвета, дети Земли поклялись восхвалять ее имя до скончания времен. Скорбь Матери-Земли Странствуя по полям рассвета, дети Земли слышали мрачный шепот из подземных недр. Этот шепот рассказывал им про войну и обман. Многие Шухало попали под его чары и впустили зло в свои души. Они отвернулись от своих добрых братьев и утратили первозданную чистоту. Увидев падение своих детей, Мать-Земля не выдержала такого горя. Она вырвала свои глаза и бросила их на бескрайний небосвод. С тех пор Анше и Муша, словно бы желая утешить друг друга, гоняются друг за другом по небу. Поэтому день и сменяет ночь. Но даже ослепнув, Мать-Земля не могла оставаться безучастной. Ветер доносил до ее ушей вести обо всем, что происходило на рассветных равнинах. Ее любящее сердце всегда пребывало с ее детьми, как и ее великая мудрость. Это еще не вся информация о Тауренах, которые мы хотели бы с вами поделиться. Мы продолжим наш рассказ об этих сильных и гордых существах в следующем выпуске. Спасибо за просмотр и встретимся уже скоро! Видео создано командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал, а также заходите на наш сайт и паблик ВКонтакте.